МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в этот прекрасный, замечательный солнечный день мне наконец-то пришел первый подарок от конкурса Миссис Мам Ютуб 2015. Это коробочка Box of Baby, в которой очень много полезной мелочи для мамы и для ребенка. И в этой коробке я нашла ложечку и тарелочки, салфетки и подгузники, игрушку, моющие средства для ребенка, уходовые средства для мамы, собака, чтобы вытирать пыль, носочки и шапочка, ростомер, журналы и даже книга. Все эти вещи пригодны для ребенка от года до трех лет. Спасибо большое Box of Baby за такой приятный и полезный подарок. Уже три дня я не снимала никакие видео. Как-то конкурс это было очень для меня энергозатратно. И сейчас у меня просто период восстановления энергии. Слышишь, мама? Я рассказываю на камеру, что конкурс это энергозатратное событие. Да. Да. О, кто из вас смотрит голос, дети? Мне интересно, пишите мне в комментариях, смотрите ли вы голос, дети. Потому что меня это настолько трогает. Это так интересно смотреть на эмоции, которые овладевают детьми в момент, когда их или берут дальше или нет. Но это так здорово, потому что взрослые, они настолько настоящие. И они чаще притворяются, чем дети. А дети, они искренние в большинстве своем. Я решила пересмотреть свои старые фотографии в контакте. на старой странице и увидела вот эту фотографию, на которой мои волосы. Ну, без комментариев, да? По-моему, это волосы мечта. Я имею в виду, как бы, вот их состояние и даже этот цвет. Это натуральный волос. То есть у меня были действительно такого цвета волосы. Ну, почему, почему? Все девочки портят свои волосы когда-то. Вот это тоже была моя любимая фотография. Первая фотография обработана через размытие гаосса. И линзы. У меня, правда, такие синие линзы были. Это не фотошоп. Это синие линзы. Интересно? Смотреть старые фотографии. Это какой-то год. Эй, фокусируйся. 2011 год. Сейчас 5 лет прошло уже с тех пор. Неожиданно для самой себя я решила, что сегодня мы будем готовить вместе с вами. Итак, я беру куриное филе и просто разрезаю его на более тонкие пласточки, потому что мне захотелось более тонких кусочков. Далее в какую-нибудь посуду я наливаю оливковое масло, добавляю туда смесь из итальянских трав и соли. Вы можете добавить все, что хотите. Можно приправ для курицы, можно базилик, можно все, что вы любите. Далее все это перемешиваю кисточкой кухонной и добавляю чеснок. Чеснок я натираю на мелкой терочке, поскольку у меня под рукой не было пресса. И теперь я натираю курицу со всех сторон этой смесью. Запах просто невероятный. Если вы не любите чеснок, то вы мне не друг. Обычно я не оставляю мясо мариноваться ни на какое время, то есть я сразу его готовлю. И поэтому я сразу на раскаленную сковороду, это гриль сковорода, я выкладываю все это мясо. И жарю с каждой стороны на сильном огне примерно по 2-3 минуты. К счастью, мясо птицы можно переворачивать столько раз, сколько вам угодно. Оно не такое прихотливое, как, например, стейк из говядины. И можно не бояться сделать из него подошву. Поэтому я переворачиваю мясо до тех пор, пока на нем не получится рисунок в виде решетки. И когда уже все будет готово, я перекладываю все на тарелочку, дополняю свежими овощами или зеленью. Также добавляю зерновой хлеб и сверху на него выкладываю творожный сыр. И поверьте мне, это объедение. Я сейчас забрала из почтового ящика наклейки для ногтей. Здесь, по-моему, 50 листов. И я очень приятно удивлена качеством. Я заказывала их на Алиэкспрессе примерно за, наверное, 100 рублей. Но получила я здесь очень хорошего, добротного качества наклейки. Что это такое? Я ожидала, если честно, будет какая-нибудь размазня вообще ерундовая. А здесь оказалось все очень даже хорошо. Я оставлю ссылку на эту штуку внизу, чтобы вы тоже могли порадовать себя такими штучками. Продолжение следует...